Английский язык, enjoy English, рабочая тетрадь, 6 класс. Test yourself, number 4. Это у нас юнит 2. Дополните текст со словами из рамочки. Итак, что за слова? Stay, останавливаться, оставаться. Name, имя, cook, готовить. Plenty, много чего-то. Made, изготовили. Better, лучше. Delicious, вкусный. So, как воспаленный. В данном случае у нас будет перевод. It was very unfair to fall ill at the beginning of the holidays. Было очень несправедливо заболеть в начале каникул. The doctor said that Wendy had to stay in bed for a week. Доктор сказал, что Wendy нужно было оставаться в кровати в течение недели. She was sad. Она была грустна. To forget about sore throat and runny nose, Wendy switched the TV on. Чтобы отвлечься от воспаленного горла или красного горла, то есть вот там, где горло, получается, мы выбрали вот это как раз прилагательное SOA. And runny nose. Это у нас получается нос, который, так как, ну, с насморком получается. И от насморка Венди включила телевизор. There was a cartoon on. Там шел мультик. A nice, intelligent rat Remy made friends with a young man who worked in a French restaurant. Красивый, умный, ой, красивая умная крыса Remy подружился. То есть friends значит made. Как бы тут в данном случае это вот не изготовил, как я говорила. Тут как устойчивое выражение. То есть подружился с молодым человеком, который работал во французском ресторане. Remy liked cooking and he knew plenty of recipes. Рэми любил готовить. И он знал очень много рецептов. То есть plenty, как аналоги лотов. He could cook various dishes. Он мог что делать? Готовить различные блюда. Remy taught his new friend how to cook delicious dishes. Рэми научил своего нового друга, как готовить вкусные блюда. The friend started a new restaurant Ratatouille, which is the name of a traditional French vegetable dish. Друзья основали новый ресторан под названием Ratatouille, который был названием, name, традиционного французского блюда из овощей. The cartoon was full of humor and Wendy felt better. Мультик был полон юмора и Wendy почувствовала себя лучше. То есть felt как better. Второе задание. Выберите правильный вариант ответа. Как, например, у нас идет в первом варианте уже отмечили за нас. Tomorrow they will have French instead of drama. Завтра у них будет французский. Тут устойчивое выражение. Instead of означает вместо. То есть, как видим instead, сразу можете ставить сразу of. Instead of drama, то есть вместо драмы. То есть как драма кружка или театрального кружка или театрального занятия. What's the recipe of this delicious pudding? There are plenty of ways to cook it. Какой рецепт этого вкусного пудинга? Есть очень много рецептов, как его приготовить. Plenty of. Как и в случае с a lot of, там всегда просто ставится of. Запомнить просто нужно это сочетание. Julia felt sorry for her new classmate. She smiled and said, I'm Julia and what is your name? Julia, ну как скажем, она пожалела свою новую одноклассницу. Она улыбнулась и сказала, я Julia, а как тебя зовут? У нас sorry ставится с for. То есть вот просто, опять же, такая фраза, как особый предлог к вот такой фразе to feel sorry. Dad, could you help me with my homework? Ok, I'll try. Папа, можешь помочь мне с моей домашней работой? Help me with. Окей, то есть хорошо, я попробую. When do you usually have lunch at school? At half past one p.m. Или one thirty p.m. Когда ты обычно обедаешь в школе. Как только мы видим точное время, мы сразу ставим предлог at. То есть с временем мы ставим at. В час тридцать, что означает pm? Это означает после полудня, то есть после двенадцати часов дня. То есть это наши тринадцать тридцать. May I go out? Yes, you may. May I go, выйти? Можно мне? То есть go out? Да, ты можешь. Из чего состоит настоящий британский завтрак? Тут нужно просто... Боюсь, я не знаю. Почему мы его вставим? Потому что у нас устойчивое выражение с глаголом consist. То есть consist of состоять из чего-то. Просто запомнить. Although the wildlife park was founded only five years ago, it has become very popular. Хотя... Вот тут просто по смыслу подходит только слово вот это elthe. Хотя... Хотя парк дикой природы был открыт или основан только пять лет назад, он стал очень популярным. Все остальное просто сюда бы не подошло. During – это во время, на протяжении. Instead of – это вместо. Просто они по смыслу бы не подошли. И третье задание. Дополните предложение с some, any, much или many. Так, much, many – это много, а вот эти у нас слова меняют свое значение в зависимости от того, в каком предложении стоят. Поэтому будем разбирать уже по ходу задания. How much does this dress cost? 40 pounds. Сколько стоит это платье? 40 фунтов. How much означает сразу сколько стоит. Поэтому вот за нас уже ставили здесь much. То есть тут еще плюс стоимость сразу. То есть это только могли бы much писать. Could I have some apple juice? Yes. Here you are. Можно мне апельсиновый сок? Вот some у нас здесь есть вариант поставить, потому что эта фраза можно мне с неисчисляемым существительным. Тогда ставим some, его можно даже не переводить. В принципе, если переведем, то будет немного. То есть можно мне немного апельсинового сока, яблочного, извиняюсь. Но можем его даже оставить без перевода. Единственное, что вот только он здесь и может стоять этот some. Да? Вот держите. Переводим с конца, потому что вот эта фраза стоит, фраза is there. В холодильнике есть, это имеется в виду какой-нибудь сыр, то есть хоть какой-то. Будем ставить any. Yes, there is some. Да, там есть как бы немного. Have you got any marmelaide? Sorry, I don't know. У тебя есть какой-нибудь? То есть тут просто спрашивают хоть какой-нибудь marmelaide. У нас бывает или мармелад, или же даже иногда вареньем переводят. Извини, я не знаю. How many eggs do you need for your pie? Three. Сколько яиц тебе нужно для твоего пирога? Три. Здесь мы ставим после how, конечно, или much, или many, чтобы переводилось сколько. И из-за того, что eggs исчисляемый, ставим как раз many. Would you like some bread? Yes, please. Вот в таких фразах would you like? Хотел бы ты? Будем ставить some. Would you like? Хотел бы ты хлеба? Да, пожалуйста. То есть сам, опять же, можем не переводить. Bread у нас неисчисляемый. Can you buy some oranges? Okay, anything else? Ты можешь купить несколько апельсин? Хорошо. Еще что-нибудь? В данном случае идет вопрос, то есть можешь ли купить апельсины? Сам будет уже здесь переводиться как несколько, потому что oranges у нас исчисляемый. То есть можешь купить несколько апельсин.